Мы находимся на кораблике Миссисипи, рядом с которым параллельно стоит кораблик Лиепая. Здесь располагается штаб национального блока ВИСУ Латвии ТБ ДННЛ. И прямо сейчас рядом со мной представитель этого блока Яныс Мартиншскую, который расскажет немножко, как ты можешь оценить результаты выборов. Да, ну я хотел бы уточнить, во-первых, я не представитель блока, но от нашей организации Демократические Патриоты, где в Рижской Думе у нас своя фракция с восьми депутатами, наши кандидаты являются в списке этого списка ТБ ЛННК ВИСУ Латвии. Насчет результатов я как бы не комментирую никак, потому что я думаю, что все еще в течение вечера переменится. Что касается Сасканис Центрс, то, ну, я думаю, что, может быть, не первое, но второе место, да. Первое место я как бы все-таки, исходя из логики, думаю, что займет партия Заттлерса. То есть такой будет результат у них, в принципе, ошеломительно, они только образовались и уже... Я думаю, это абсолютно логично, потому что те, которые разочаровались в Центре Согласия, та часть пойдет к Заттлерсу. Та часть, которая разочаровалась в Яну Атейба, идет в национальный блок и идут к Заттлерсу. Кто у нас еще остается? Шлессер из зеленых. Шлессерс, у него есть свой электорат, который останется, и те, которые, опять же, разочаровывались, они пойдут, опять же, к Заттлерсу. Насчет зеленых, ну, у них, особенно, наверное, ничего не поменяется, но, опять же, я думаю, что та часть, которая недовольна чем-то, они тоже пойдут и в национальный блок, и пойдут голосовать за Заттлерса. А касаясь того, что Ушаков, как отмечается, как сообщается, признал все-таки оккупацию, это поможет политическим процессам, это поможет формированию коалиции и включение Центра Согласия в правительство или нет? Я думаю, слишком поздно он это, как бы, признал, но лучше позже, чем никогда. Я думаю, что надо просто садиться за стол и переговорить все нюансы, все вопросы, чтобы дальше вместе работать. Здесь нет вопросов, что признание оккупации, один язык, ну, еще, наверное, какие-то нюансы, но, по большому счету, конечно, он прагматичный, он смотрит вперед и делает соответствующие шаги, чтобы быть у власти. Но все-таки, если Центр Согласия берет первое место, у него будет появляться первая рука формировать правительство, что тогда? Какой сценарий? Я думаю, что тот, кто занимает первое место, не обязательно и нигде не написано, что он должен формировать правительство. Начнем с этого. Потому что, если второе, третье место или второе, третье, четвертое место между собой может набрать больше, чем 51%, то первое место бессмысленно. То есть, в принципе, все сейчас может быть интересно, так сказать, и увлекательно. Я думаю, сюрпризов этой ночью будет не один, будет весело смотреть, ну и, конечно, самое-самое большое веселье начнется уже, ну, наверное, с понедельника начиная. Да, хорошо, спасибо большое. Я отмечу, что это был представитель национальной партии, скажем так. Представитель демократической патриоты, который является в блоке с национальной партией Речской думы. Да, Янец Мартинш Скуя. И я продолжу. Продолжение. Я напомню, что мы находимся на палубе корабля речного трамвайщика Миссисипи. Рядом с ним припаркован также речной трамвайщик Лепая. И здесь располагается штаб национального блока ВИСУ Латвии ТБДННЛ. Здесь уже к 10 часам, в принципе, собрались все представители партии, которые хотели следить за результатами выборов непосредственно в кругу своих соратников. В принципе, все расположились внутри, во внутренней палубе. В принципе, все расположились во внутренней палубе. Причем руководство партии, руководство блока расположилось в кораблике Лепая, где и играет гармонь и скрипка. И играют на этих инструментах девушки в национальных кнарядах, которые, в принципе, развлекают толпу. И среди них развлекают представители руководства блока. Среди них я видел и Монтапара Нейкса, и председателя блока Райвеса Дзинтерса. Представители политического блока танцуют, поют. И причем хотелось бы отметить, что на столах располагается преимущественно из алкоголя, только вино и пиво. Мне удалось пообщаться с господином Дзинтерсом, который мне отметил, что они планируют набрать более 14 мест в парламенте. И тогда, в таком случае, они будут удовлетворены. Касаясь активности избирателей, Дзинтерс отметил, что она была ожидаема, потому что люди устали от постоянных каких-то выборов. И, в принципе, то, что 55%, в принципе, не такая высокая активность, как при выборах в 10-й Сейм, была вполне ожидаема. Насчет будущей коалиции он все равно отметил, что планируется коалиция вместе с Единством и партией реформ Затлерса. Однако, касаясь того, что Центр Согласия может набрать большое число голосов, он отметил, что в любом случае Центр Согласия никаким образом не будет в коалиции. И при этом он добавил, что то, что Нил Ушаков признал оккупацию, еще не значит, что это как-то повлияет на политические процессы или на то, что Центр Согласия включен в правительство. С вами был Денис Денисов. Продолжайте смотреть прямую трансляцию из штабов политических партий специально для Микс Ньюс ЛВ. Представители Национального блока смотрят прямую трансляцию с латвийского телевидения. А то сейчас там выступает экс-президент Вайра Вика Фрейберг. Насколько не только они декларированы на тексте, которые будут в коалиции, чтобы вы действительно принимаете то, что мы все вернемся, что это делается, что это, что все вернемся. В первом случае мы видим, что это было. Но мы видим, что это не так. Теперь же пройдем на кораблик Лиепая, где, в принципе, располагается руководство партии, блока. Здесь также смотрят телевизор, и, в принципе, обстановка достаточно спокойная. Буквально полчаса назад здесь танцевали, играли на гармонии скрипки девушки в национальных костюмах. Пройдемся вглубь кораблика. Как-то здесь не наблюдается именно самого руководства. Я имею в виду имя Топар Днекса и Рависа Дзинтерса. Поэтому нам нужно уже медленно передвигаться в штаб Центра Согласия, который располагается на Томской площади в Б-баре. Продолжение следует... 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 Это идея, что провязывались после результата, но пацан, порадуйтесь. Я думал, что результата не отвергают, и все пацаны по концу. Денис Денисов, Микс Юс ЛВ, специально для Микс ТВ.